12-го сигнала континентальной хоккейной лиги и традиционный кубок мэра Москвы. Великолепная подготовка и открытие к новому сезону КХЛ. Сейчас мы с головой уходим в церемонию открытия этого турнира Сергея Семеновича Самядин. Вспоминаем, как развивались события в этой встрече. Первая незащитная шайба в исполнении Сегача. Арбитры определили все-таки удар, направленный кайком по воротам данной ситуации. Но буквально несколько секунд спустя армейцев так же с ней счет открыли. Ранее зафиксировали нарушение Дмитрия Вишневского. И здесь Григорьев, Каиле, Калеков, Моростол, Сверхидан, Прокур, Параса. Это чуть-чуть загоняет шайбу в спартакские вороны. Так, еще стал 1-0. Только для ИСК, если этот счет первый период завершился. Ассистировали Григоренко, Нестеров и Бенни. Все, выиграли снова, вывели на бросок нападающего ЦСКА. Ну и тот, кто-то не до струны в одно касание приложился. Бросок получился достаточно сильным и точным, чтобы оказаться первой забросной шайбой в сегодняшнем матче. Новый период и новое большинство. До поры до времени Гудочек тащил. Станислав Саламович, Черчевсов которого доволен. Гудочек, один из героев этого матча в составе красно-белых. Это медицинский факт. Но и он вынужден был капитулировать, когда Кирилл, который был позволен, принять шайбу под воротами. Развернулся, оценить ситуацию и положить ее в дальний угол ворот. Вот вторая армейская шайба в большинстве. И тут вот буквально 4 секунды при передаче потребуется. И главный период больше с 20 СКА, чтобы лишнего разыграть. Так, счет стал 2-0. Однако, спартамский праздник был не за горами. Кахлочек пробежался за воротами. Нацентенную передачу на голову его сделал. И тот, шикарно, простой сократил отставание своей команды. На Капризову аттестировали, соответственно, Мистеров и Григоренко. Но и в результативной атаке Спартака, кроме Александра Флакова, поучаствовал еще и Дмитрий Вишневский. По шайбе забросили команды во втором периоде. Ну и, собственно, преимущество там было 6 конца столов. А во первых двух минутах было табло и после сорока сыгранных минут. Сека сейчас свалили на последних секундах второго периода. Его большинство использовать формально не удалось. Но как раз бот-заврис Майкер пробежался по правому клапу. Переводы в касание ангродов прошивает. У ДЧК неудобно тебе, неудобно вратарю. Вот, как раз и тыкнул к этому голову в ЦСКА. Отличная передача от Мамина и капитан ЦСКА. Завершает усили своих партнеров отлично броском. Мамин же ассистировал и Пау Корнауку в следующей запросной шайбе ЦСКА. Тут на просто на ворот. Там на самом деле вы выдавили Мамина на периметр. А из другого решения просто не было у нападающего. Сумело довести шайбу до враталя. До площади воротского Спартака до враталя. Спартака, но и в итоге 4-1 на пользу ЦСКА. Посмотрев на Корнаукова, спартаковцы вдохновились этим примером. И сами запихали шайбу в ворота ЦСКА. Амзол отличился. Но и Ганзол стал дренчевым поучаствовать в этом взятии ворот. На этом повторе видно, что в последней досконке шайбы Ганзол, что подвергал, когда они добрался бы до нее, если бы не пьюсь к Сарокину. А так получается, что пытаясь остановить шайбу, то буквально зачерпнул ее в класс своего врата ЦСКА. И так все же встал 4-2. Пытались добавить в Спартаковца к концовке. И кудочек, который на время придержал их в игре. Но все-таки пыл Спартаковцев остудил окончательно. Шайба заброшенная Поповым. Она почему-то остается вне рамок этого обзора. Но, поверьте, на нас его так, как он был на самом деле. 5-20 из Каспады начинает Кубок Мэра Москвы. На этом все. Придется.